Я всех приветствую на своем канале Unifam и Unifam и с вами Лена. Я очень соскучилась по видео о книгах и надеюсь, что вы тоже, вернее не то, что надеюсь, вы мне дали об этом знать, поэтому я с удовольствием сделаю видео о одной из последних моих прочитанных книг, которая называется «Норвежский лес» от Харуки Мураками или на немецком она называется «Улыбка наука». Вот так вот выглядит моя обложка. Читала я на нее на немецком языке, поэтому все те, которые спрашивали, что можно прочитать на иностранных языках, покажут, что эта книга читается очень легко, но она глубоко в содержании. Даже недавно я просто взяла одну из книг, стоящую на полке, потому что мой муж очень любит Мураками и у него книг огромное количество. Когда выходит новое, он каждый раз покупает, он читает их и на английском, и на немецком. И вот я потянула за книгой, начала читать ее в метро и больше не смогла остановиться, потому что книга мне просто безумно понравилась. Вернее как, у меня двуякое такое мнение, то есть есть вещи, которые мне не понравились, поэтому я и думала делать вам видео или нет. Решила все-таки сделать, потому что она стоит того. И давайте начнем с того, что же мне в ней понравилось. Сам стиль написания. Очень тонкая психология. Очень интересные персонажи. Интересные темы. В этой книге нам можно найти очень много содержаний, каких-то таких ссылок на литературу, на музыку, на какие-то содержания, на философов. Допустим, что тот же Грэд Кэтспи присутствует, потому что наш герой его читает в несколько раз, и ему очень эта книга нравится. И вообще само название «Норвежский лес» – это песня «Битлз». Причем вообще сама книга. Наверное, о молодости. О молодости, в возрасте 19-20 лет, о отношениях, о психологии, отношениях между молодежью, отношениях с родителями, отношениях как друзей, о любви, о поиске любви, о нехватке любви, о пустоте, о эмоциях. Там просто, ну, я не знаю, кладезь просто информации, очень глубокий такой уровень психологии, о быть нормальным и ненормальным, потому что есть некоторые, там две героини, которые находятся в психической клинике, но не без того, чтобы сказать, что они сумасшедшие, да, это больше, что в жизни их что-то привело к тому, чтобы там оказаться, о какой-то сложности, о том, как можно даже любить вот какого-то человека с такими сложностями, да, о любви и даже нехватке любви, когда наш герой говорит о том, чтобы запомнить пустоту, он спит с огромным количеством девушек, потому что ему не хватает любви, и он как-то пытается ее заполнить, или вернее, это был даже его друг, который так говорил. И потом, как он из этого состояния вышел, как он влюбился, как потом он влюбился в другую девушку. В общем-то, не хочу вдаваться в подробное вообще содержание, но хочу сказать, что там просто огромное количество информации на психологическом уровне, и герои очень интересные, вообще о отношениях, любви, о том даже, как о жизни и смерти, о том, как люди, которые уходят из жизни, которые покончили жизнь с самоубийством, какой отпечаток они откладывают на других людей, которые их любят, на родителей, на любимую девушку, на лучшего друга, как это отпечатывается в их жизни, как они с этим живут или не живут. В общем-то, это очень глубокая книга, очень красиво написана, очень интересно написана, поэтому могу ее действительно, в этом смысле, ее посоветовать. Что же мне не понравилось в этой книге? Это огромнейшее количество сексуальных сцен, эротичных сексуальных сцен, которые, если честно, я в литературе не переношу. В какой-то момент я даже хотела прекратить вообще чтение, потому что мне это не нравится. на мой взгляд, ну пусть бы пару бы было таких сцен, но не через каждое, там я не знаю, на количество страниц, постоянно вот что-то с этим связанное. Я знаю, что там у некоторых японцев это как-то впечатление в культуре, но, не знаю, мне это чушь, мне это неприятно, поэтому, как бы, даже не то, что это неприятно, неприятно в том, что там был переизгиб, то есть чересчур. Если бы можно было остаться, знаете, на каком-то уровне, где не описывать там, я не знаю, чуть ли не в мельчайших подробностях, чуть ли, а в мельчайших подробностях, а оставить на каком-то уровне загадки, догадки или на каком-то таком тонком уровне, на каком-то, можно сказать, такой скалины эротике. Но там прям все было, не знаю, Но для меня это, как я говорю, чересчур. Поэтому, если вас это не так сильно смущает, даже меня, которое смущает, я прочла эту книгу, мне она понравилась, поэтому могу вам посоветовать, еще раз показываю. Но это так выглядит только немецкая обложка, норвежский лист. Своё видео, надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было вам полезно. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Заходите также в все возможные сети. Я сейчас стала очень активна на Инстаграме. И говорю вам до следующих встреч. Также оставляю всевозможные ссылки на другие мои книжные или видео отзывы. И да, до встречи во следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok